Добрый день, дорогие друзья! Ровно 10 лет назад, благодаря непреклонному волеизъявлению крымчан и севастопольцев, поддержанному всем российским народом, крымский полуостров возвратился в родную городу. Русская весна ознаменовалась всенародным подъемом, подлинным единством устремлений огромной страны. В те дни каждый прекрасно понимал, что Крым и Севастополь возвращаются домой. Два с половиной века назад вхождение Крыма в состав Российской империи разделило его историю на до и после. На глазах одного-двух поколений бесплодные степи и солончаки превратились в тучные пашни и цветущие виноградники. На скалистом побережье появились великолепные дворцы. Опустовавшие гавани заполнили корабли молодого черноморского флота Российской империи. Пейзажи Крыма вдохновляли на творчество наших выдающихся соотечественников. Пушкина и Чехова, Айвазовского и Левитана. Поэтому не будет преувеличением сказать, что тот Крым, который сегодня знает весь мир, был поэтапно создан именно Россией. Как неотъемлемая часть нашей страны, ее блистательная жемчужина и неприступный форпуст. События Крымской войны в середине XIX века впервые явили миру твердость севастопольского характера. 349 дней беспримерной обороны города против кратно превосходящих сил западной коалиции стали ярчайшей страницей в летописи нашей воинской славы. Спустя сто лет город-герой вновь повторил свой подвиг, до последнего удерживая на дальних подступах армию Манштейна. Монахов Курган, Сапун-гора, Балаклава – каждое из этих мест для нас священно. В них заключена память о несгибаемой воле русского солдата. Задумываясь об истории Крыма и Севастополя, нельзя не ощутить глубокого разочарования от непростительной, трагической ошибки, допущенной в свое время Никитой Сергеевичем Хрущевым. Едва ли он мог отдавать себе отчет, к чему в конечном счете приведет формальная передача Крыма в состав Украинской Советской Социалистической Республики в качестве своего рода подарка к 300-летнему юбилею Переяславской Рады. Впрочем, даже тогда уже было понятно, что этот антиконституционный волонтаристский шаг прямо противоречит устремлениям жителей полуострова. Недаром, когда в январе 1991 года в Крыму прошел первый всенародный референдум, по его итогам 93% крымчан проголосовали за автономию. А всего год спустя крымский парламент поднял вопрос и о полной независимости от Украины. Нет никаких сомнений в том, что следующим шагом могло бы стать и возвращение полуострова в состав России. Однако, по причине очевидной нехватки политической воли тогдашнего руководства нашей страны, Крым и Севастополь были фактически аннексированы Киевом. И последовавший за тем период 23 года тяжелого, тягучего, мрачного безвремени – это тоже уже часть истории полуострова. Каждый год из этих 23 лет был наполнен для крымчан и севастопольцев ежедневной борьбой. Борьбой за свой язык, свои права, за свою историческую память и истинную веру. Огромную роль в этой борьбе сыграли народные образовательные инициативы, подобные замечательному школьному курсу «Севастополь-ведение», разработанному в свое время Екатериной Борисовной-Алтабаевой. Оглядываясь назад, мы видим, какой огромный путь был пройден Крымом и Севастополем за 10 лет с момента исторического воссоединения. Благодаря приложенным усилиям полуостров вновь сделался к территории опережающего развития местом протяжения талантов знаменитой русской рибьеры. Сегодня по этому же пути, во многом ориентируясь на Крым и Севастополь, шаг за шагом следуют регионы Новороссии. Жители полуострова оказывают им поддержку вместе со всей страной, тем самым еще раз подчеркивая, что наша сила в единстве. Завершая свое выступление, от всей души поздравляю всех со знаменательной годовщиной. В эти дни крымчане и севастопольцы вместе со всей страной подтвердили свой исторический выбор, уверенно поддержав кандидатуру Владимира Владимировича Путина на выборах президента Российской Федерации. И впереди у нас общее будущее. Будущее великой страны, будущее государства, цивилизации России. Спасибо. Предоставляю слово Сергею Валерьевичу Аксенову, главе Республики Крым. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, всем добрый день. С праздником, конечно, всех с большим десятилетия. Первое десятилетие после возвращения на историческую родину. Слава Богу, сегодня отмечаем. Ну и совпало, конечно, это все с выборами нашего лидера, нашего президента. Сегодня уже можно спокойно говорить, что за последние три дня, по сути, крымчане провели чем не референдум, если уже так не говорить, то есть с точки зрения подтверждения того, что выбор в 2014 году был сделан абсолютно правильный. И вчерашний результат явка была 89%, почти 94% за президента проголосовало, поэтому говорит сам за себя. То есть никакие, так сказать, западные политики, санкции и все остальное. То есть в данном случае крымчан, так сказать, не заставить думать по-другому. То есть то, что решение 2014 года было абсолютно правильным, единственное возможным. И произошло благодаря, прежде всего, решению президента Владимира Владимировича Путина, ну и поддержке всей страны. Ну и хочется сказать, конечно, друзья, что все проблемы, которые были, Сергей Ильич, спасибо вам персонально, вашим коллегам, спасибо вы с первых дней, тоже держали руку на пульсе, спасибо огромное военно-историческому обществу. В целом было большое дело всей страны, то есть мы один на один с проблемами не оставались никогда, то есть и на любом уровне находили всегда поддержку, понимание, но из самых сложных ситуаций всегда выходили вместе. Поэтому гордимся, что в 2014 году вернулись на родину, любим, ценим, дорожим. То есть на самом деле, еще раз говорю, вот последние три дня доказали, что крымчане в своем выборе не сомневались, и поддержка президента, то есть у нас всегда на самом высоком уровне. Поэтому спасибо огромное, дорогие друзья, вот еще раз, вообще большое дело было сделано, первые 10 лет вот прошли успешно. Спасибо вам на это огромное, друзья, спасибо. Уважаемый Сергей Валерьевич, спасибо большое за участие в нашем круглом столе. Все тревожные и героические дни и недели, 10 лет назад, вы проявили личное мужество и своим примером вдохновили крымчан на борьбу за свою свободу, за свой суверенитет. Огромная вам благодарность, вам и всем крымчанам. Спасибо. Спасибо большое, друзья, спасибо огромное. Передаю микрофон Екатерине Борисовне Алтабаевой, заместителю председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председателю Совета отделения Российского исторического общества в Севастополе. Спасибо большое, Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Я, конечно, тоже хочу начать поздравление. Поздравить всех нас с нашим замечательным юбилеем, десятилетиям возвращения Севастополя и Крыма в состав Российской Федерации. Сергей Евгеньевич, не могу не сказать особые слова благодарности. Государственной Думе в тот период вы возглавляли Государственную Думу Российской Федерации и были не только приняты законодательные решения, которые обеспечили наше возвращение, но просто 26-27 февраля, в первые дни после нашего исторического митинга народной воли, к нам приехали депутаты Государственной Думы. И мы, когда их увидели, мы поняли, мы точно с Россией. Нас не оставят, нас поддержат, и мы вернемся домой. Это совершенно непередаваемое чувство вот именно в те дни. Спасибо вам огромное за это. И, конечно, слова благодарности всем россиянам, всем вам, дорогие коллеги, потому что без общей поддержки Севастополя и Крыма наше возвращение таким бескровным путем было бы невозможно. И вот совершенно верно говорит Сергей Валерьевич, то, что произошло в эти дни, 15-го, 16-го, 17-го, мы сегодня уже подвели итоги, и мы понимаем, что 93% севастопольцев, пришедших на выборы, они проголосовали за президента Российской Федерации. Это прежде всего отметка того, что мы были едины тогда, и мы едины сегодня, и другого быть не может. И это вот чувство благодарности к президенту, который тогда взял ответственность за нашу судьбу на свои плечи, и сегодня нас ведет. Это искреннее, настоящее, верное чувство. В этом я могу быть совершенно уверена и уверяю вас. И, конечно, символом вот тех перемен, которые произошли на полуострове, является, ну, например, Крымский мост для всех, да, и трасса Таврида. Но я хочу сказать, что как Севастополь изменился за эти 10 лет. У нас построены и капитально отремонтированы многие десятки образовательных и медицинских учреждений. У нас возведены новые спортивные залы и открытые стадионы. У нас совершенно замечательные проекты. Это наш кластер культурный на мысе Хрустальном, который вот на 80% уже здания там готовы. Это будет совершенно уникальный центр культуры не только для Крымского полуострова, для Юга России. И, конечно, новый Херсонес. На вот 3,5 миллиона артефактов, которые были найдены в период раскопок, они практически в подавляющем своём большинстве, ну, во всяком случае, их значительная часть, представляют очень серьёзную историческую ценность. А комплекс зданий, которые там построены, одно из первых уже открыто. Это детская школа искусств в Севастополе. Это совершенно, ну, просто дворец для детей, которого никогда бы не было, если бы не вернулись. Перечислять можно бесконечно. Но я хочу сказать, что проведена огромная работа по преодолению деструктивных процессов в сфере образования и культуры. И, конечно, здесь усилия российского исторического общества невозможно переоценить, потому что я, опять-таки, хочу передать благодарность искренне от историков в Севастополе российскому историческому обществу, лично Сергею Евгеньевичу, потому что, если бы не поддержка и работа, которая велась российским историческим обществом, трёхтомник, который освещает историю Севастополя, и впервые, не только там не было в дореволюционное время, в советское время, конечно, в украинское, никогда вот такой систематической монографии научной по истории Севастополя не было. А теперь она есть. Спасибо большое, Сергей Евгеньевич. И, конечно, у нас есть другие традиции, назову только ещё одну из них, это «Потёмкинские чтения», которые были инициированы. Конференция, которая сейчас проводится на базе нашего Севастопольского государственного университета, инициирована российским историческим обществом. И на её площадке теперь собираются не только историки России, но вот по мере возможности, и те, которые приезжают из сопредельных стран, дружественных сейчас по отношению к Российской Федерации. Ну и при поддержке российского исторического общества 12-13 марта на базе тоже Севастопольского государственного университета проходила научно-практическая конференция «Русская весна. 10 лет исторического выбора». Свыше 200 участников, 70 очень ярких и интересных докладов. И я очень признательна Юрию Александровичу Петрову, который приветствовал конференцию, я Константину Ильичу Могилевскому, который в Министерстве образования и науки приветствовал коллег, которые собрались в зале. И с очень интересным и глубоким докладом выступил Сергей Владимирович Журавлёв, заместитель директора Института российской истории РАН. И это есть настоящая поддержка здорового, интересная историография, которая сейчас складывается на Крымском полуострове, в частности, в Севастополе. Но и хочу сказать вот о чём ещё, что «Русскую весну» президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своём послании к Федеральному собранию, которое совсем недавно было, в феврале 2024 года, назвал легендарным событием. Такая оценка обусловлена степенью влияния произошедшего в Севастополе, Крыму и, конечно, на Донбассе, на всю Россию, на мировое сообщество. Серьёзнейшие духовные, политические, экономические и международные изменения, произошедшие вследствие «Русской весны», ставят её в один ряд с ключевыми событиями 21-го, да, пожалуй, вообще не только 21-го века, но и новейшей истории. Поэтому так необходимо продолжить работу по сбору систематизации документов, фото- и видеоматериалов, воспоминаний, публикаций в отечественных и зарубежных периодических изданиях того периода. Их изучение будет способствовать глубокому научному осмыслению событий «Русской весны», введению в научный оборот понятий и терминов, адекватно отражающих содержание произошедшего в феврале-марте 2014 года, и прежде всего самого понятия «русская весна». С нашей точки зрения необходимо внедрение в научный оборот не только само понятие «русская весна», но и правильная интерпретация этих событий. И это должно быть и в школьных, в вузовских учебниках, и в музейных экспозициях. И мы просим, Сергей Евгеньевич, Российское историческое общество поддержать эту работу и направить работу не только наших региональных отделений Севастополя и Крыма, но и региональных отделений Российского исторического общества всей Российской Федерации. Спасибо огромное. Спасибо, Екатерина Борисовна, и за выступление, и огромное спасибо вам за ту большую историко-просветительскую работу, которую вы проводили и продолжаете вести в Севастополе, защищая и отстаивая историческую память. И я понимаю, что именно сохранение исторической памяти во многом помогло тогда, 10 лет назад, севастопольцам и восстать против зла, и защитить свою свободу. Спасибо вам большое. Попрошу выступить Битой Анатольевича Белико, депутата Государственной Думы России. Спасибо, Сергей Евгеньевич, за приглашение, за возможность выступить. Вы знаете, но я не могу тоже не начать с поздравлений, 10 лет прошло, пролетело, промелькнуло. Как один миг, кажется, еще вчера мы подводили итоги референдума на вот этой прекрасной площади Нахимова, в Севастополе, с которой, собственно говоря, и началась русская весна 23 февраля. Вот смотришь, эти кадры иногда соцсети напоминают, и невозможно остаться равнодушным. Я вспоминаю исторические сессии городского совета, вспоминаю тот флаг огромный, который нам подарила Владимирская область, Владимирская губерния, как хотите, в который мы выдружали 17 марта над зданием Севастопольской городской администрации. Сегодня об этом уже сказали до меня, но я тоже подчеркну, что Севастополь, ну и Крым в том числе, через 10 лет назад, через 10 лет, извините, проголосовал точно так же, как он проголосовал 10 лет назад. То есть, по сути, это результаты референдума. Это говорит о колоссальной поддержке севастопольцами и крымчанами президента. Это говорит о том, что Севастополь и Крым ни на минуту не пожалели, что они сделали тогда свой выбор. А выбор был правильный. Вот 10 лет назад началась, наверное, новая эпоха. Изменился не только Севастополь и Крым, изменилась Россия, которая еще больше сплотилась вокруг нашего национального лидера. Изменился весь мир, который, по сути, перестал быть однополярным, уже однозначно перестал быть однополярным. И вот я иногда с журналистом даю интервью и говорю, вы знаете, что если бы 10 лет назад не было русской весны, нам бы сегодня еще тяжелее было освобождать наши исконно русские земли на Украине. Вот Катерина Борисовна сказала, что какое колоссальное количество инфраструктурных проектов сделано в Севастополе и в Крыму. Я не буду их перечислять, повторяться не хочется. Но вот что касается объектов образования. Вы знаете, одна вещь важная. Мы построили уникальные здания, сооружения, отремонтировали школы и детские сады. Но мы уже сейчас, севастопольцы, немного забыли, что 10 с половиной лет назад в этих школах наших детей пытались учить на неродном нам языке. Мы ничего не имели против, собственно говоря, украинского как такового, но детей заставляли учить математику, физику, химию, английский на неродном языке. Мы тогда с этим боролись. Но теперь у нас этого нет. Мало того, что у нас прекрасные школы, у нас прекрасное преподавание. Наши дети изучают настоящую, правдивую историю. Поэтому, коллеги, еще раз хочу всех поздравить с праздником. Это великий праздник, 10 лет русской весны. Поблагодарить всех, конечно же, президента, за его политическую волю. Вы знаете, еще буквально два слова вспомнил. Сейчас как раз ровно 10 лет назад, 18 марта, мы были на послании федеральному собранию. Делегация Севастополя и Крыма тоже была. Ну, первое, во-первых, после слов президента о том, что он носит федеральный конституционный закон о приеме Севастополя и Крыма в состав Российской Федерации, взрослые мужчины не могли сдержать слез. А второе, скажу еще один нюанс, после послания был концерт на Васильевском спуске. И президент выступил, а мы стояли там с коллегами сзади сцены, внизу. И он спустился по лесенке, идет вот так 3 метра от меня. Я тогда на тот момент исполнял обязанности главы Севастопольской администрации. Я говорю, Владимир Владимирович, можно пару слов? Он говорит, да. Я представился. Я говорю, вы знаете, я хочу вам передать от севастопольцев за Севастополь отдельное огромное спасибо. Я говорю, мы бы без вас этого не сделали. Он говорит, и вам, севастопольцы, спасибо. И мы бы без вас этого не сделали. Вот две фразы, в которых столько много всего заключено. Желание огромное севастопольцев и крымчан вернуться домой и политическая воля настоящего национального лидера нашего президента. Поэтому спасибо всей России, спасибо всем за то, что мы сегодня можем праздновать этот настоящий большой для нас праздник десятилетия возвращения домой. Спасибо. Спасибо, Виталий Анатольевич. Передаю микрофон Елене Моисеевне Цунаеву, первому заместителю председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Благодарю. Безусловно, присоединяюсь ко всем словам поздравления, которые сегодня здесь прозвучали, ко всем тезисам, связанным с оценкой событий, которые произошли 10 лет назад. Хочу напомнить, что в этом году у нас еще один юбилей, 80 лет освобождения крымской земли от нацистской оккупации. Наверное, это тоже очень и очень символично. И говорилось много о том, что было сделано с социально-экономической точки зрения, с исторической точки зрения. И хочу подчеркнуть, что большое значение для возрождения истории Крыма и общественной повестки имело и то, что огромное количество проектов фонда президентских грантов, это более 200 проектов за эти годы, были поддержаны у некоммерческих общественных организаций по теме сохранения исторической памяти. И в этом плане Сергей Евгеньевич тоже уже говорил о сохранении исторической памяти. Хочу подчеркнуть еще одну важную вещь о том, что историческая память в документах стратегического планирования, которые приняты в нашем государстве, введены указом президента, выведены на уровень приоритета нашей политики, государственной политики. И в этом смысле трудно переоценить ту работу, которую ведет российское историческое общество, историки, возрождая и собирая события Крыма. Хочу поддержать Екатерину Борисовну в отношении особого направления изучения истории русской весны. И хотела бы внести такое предложение на рассмотрение. Если мы сейчас посмотрим с вами на такой формат сохранения исторической памяти, который есть у нас, это дни воинской славы и памятные дни российской истории, то мы увидим, что среди 20 дней воинской славы 5 из них связаны именно с историей Крыма. А если посмотрим памятную дату, то одна. Это говорит о том значении, которым история Крыма имеет в целом в истории нашего государства. И предлагаю рассмотреть вопрос о внесении новой памятной даты российской истории. Это 18 марта, день русской весны, день воссоединения республики Крым и города Севастополь. Напомню, что в 2018 году была принята дата 19 апреля, день принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. И еще один момент. Готовясь к этому круглому столу, сказать несколько слов. Я промониторила состояние музеев в части сохранения исторической памяти по истории Крыма и Севастополя. Хочу отметить, что достаточно большое количество экспозиций посвящено сохранению исторической памяти в Великой Отечественной войне. Но преступно, не побоюсь этого слова, мало у нас исторических экспозиций на территории Республики Крым, в Севастополе, хотя в Севастополе, конечно, гораздо больше, чем на территории Республики Крым, связаны в целом с военной историей Крыма. Мы вот сейчас были на открытии замечательной выставки, посвященной Ордену Георгиевскому, и видели, как много георгиевских кавалеров и награжденных было именно за события, связанные с историей Крыма. И, как мне представляется, уже спустя 10 лет, не забывая, конечно, о социально-экономическом развитии регионов, необходимо подумать о создании большого музея, в котором была бы собрана информация о военной истории Крыма. Поскольку из 35 музеев, музейных экспозиций разного уровня на территории Республики Крым, только три из них в той или иной степени касаются именно истории, не связанной с Великой Отечественной войной. Да и сама история Великой Отечественной войны тоже представлена отдельными экспозициями и не раскрывает весь период и все аспекты событий героической обороны и освобождения Крыма 80 лет назад. Мне кажется, российскому историческому обществу здесь нужно сыграть, безусловно, роль лидера в решении этого вопроса. И к ближайшему юбилею, который будем мы отмечать, русской весны, подойти с решением и созданием замечательного музея, который бы украсил республику и стал бы центром по сохранению исторической памяти. Спасибо. Спасибо, Елена Моисеевна. Прошу выступить Елену Александровну Морозову, директора Государственного музея-заповедника Херсонес-Таврический. Доброго дня, Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, друзья, соотечественники. Конечно, хочу всех нас поздравить с этой исторической датой. Сегодня много говорится таких серьезных, сильных слов, потому что на самом деле севастопольцами, крымчанами был сделан поистине исторический выбор. И Херсонес не остается в стороне. У нас происходят большие преобразования в музее. Екатерина Борисовна коснулась буквально нескольких аспектов. Во-первых, мы впервые за многие годы приняли участие в грандиознейшей археологической экспедиции. Полторы тысячи человек участвовало, ученых с разных институций нашей страны. Это, конечно, и ученые Херсонеса, Институт истории и материальной культуры, Институт археологии Российской Академии Наук, Институт археологии Крыма и многие-многие другие участвовали в экспедиции по строительству историко-археологического кластера Херсонес-Таврический. Было найдено огромное множество артефактов. И Екатерина Борисовна уже больше трех с половиной миллионов, и ученые сейчас изучают эти артефакты. Многие проходят через руки реставраторов и, конечно, найдут свое место в новых экспозиционных залах, нового музея. Помимо нового музея античности и Византии будет построен музей истории Крыма и Новороссии, музей истории христианства. Но самое интересное, что в этом году, вернее в прошлом году, мы расширили свою географию историческую. В наш состав вошел новый музей, каменная могила Запорожской области. И мы сделали все необходимое для федерализации этого музея, для его такого качественного, юридического вхождения в наш музей. И сейчас уже разработано не только новое штатное расписание и набраны сотрудники. Разработан новый фирменный стиль музея, сайт музея. Подготавливается научная монография историка Бориса Михайлова, который долгое время находился директором, являлся директором этого музея, и так и не издал свой труд, и мы это сделаем. В этом году мы откроем в Севастополе большую выставку, которая будет посвящена каменной могиле. И, конечно, будет в своем составе иметь предметы каменной могилы. Сейчас на территории этого музея-заповедника проходит этап благоустройства. И не только новая навигация и дорожно-тропиночная сеть, но и различные павильоны для проведения лекций, мастер-классов. Одним словом, ведется огромная работа по федерализации этого музея, по обеспечению его работам. Разрабатываем совместный абонемент для школьников Запорожской области. Так что работа ведется большая. И Херсонес Таврический на глазах преобразовывается. Мы расширяем свою географию как в научных конференциях, как в выставках. Проходят большие этапы реставрации, преобразования. Так что всех нас с Русской весной, с десятилетием такого замечательного исторического события. Лена Михайловна, спасибо большое за ваше выступление. И, конечно, я особым образом хочу поблагодарить вас за своевременно оказанную помощь в том, что касается сохранения знаменитого памятника «Каменная могила», который расположен в Запорожской области. Знаю, что сегодня этот памятник и природы, и культуры не просто надежно защищен, но и последовательно развивается, как один из центров познавательного туризма. Спасибо большое. Спасибо. Сергей Павлович Карпов, пожалуйста, вам предоставляю слово. Глубоко уважаемый Сергей Евгеньевич, дамы и господа. Конечно же, я присоединяюсь к поздравлению, потому что сейчас так проведенчески совпало, что празднование, юбилея, вхождение, возвращение Крыма в составы России совпало с выборами президента, где фактически одно и то же произошло – единение нашего народа. И когда мы говорим о единении нашего народа, нельзя не забывать о скрепах, потому что именно исторические скрепы обеспечивают это единство. А Крым является такой исторической скрепой, потому что там духовное начало нашей культуры. Там не только мощи святого Климента, там не только место, где был хрещен в свое время святой Владимир, там и многие другие вещи, связанные, памятные, в том числе Кирилл и Мефодий, многие вещи, связанные со всей нашей историей. И вот сейчас произошло соединение, очень интересное, соединение истории, паломничества, туризма, просветительства, назидательного просветительства, я бы сказал, которое обращено к школьникам в значительной степени, для образования, потому что подготовлены новые учебники, новые учебные пособия, где отражена должным образом история Крыма и Севастополя. И подготовкой к этому явилось издание многотомных трудов по истории Крыма и по истории Севастополя. Это необходимо. Но я думаю, что надо сделать следующий шаг вот какой. Конечно же, когда мы говорим о преподавании, надо заботиться о том, чтобы школьные учителя имели должный инструмент преподавания. И поэтому такая книга для школьных учителей была бы очень важна, где бы подробно объяснялись все этапы истории Крыма от древности до самых последних времен. Я хотел бы также отметить, что, конечно, грандиозная работа ведется по созданию научного кластера в Севастополе, который охватывает не только сам город Севастополь, но и весь Крым. Потому что там будет институт истории православия, по сути дела, и институт истории Византии, Херсонеса, Крыма. Это будет объединенный такой центр очень важный, который будет иметь международный характер. Потому что, несмотря на все проблемы, которые сейчас существуют, международное значение Крыма и Херсонеса общепризнано, оно должно укрепляться и должно подтверждаться нашими изысканиями, нашими деяниями, несмотря ни на какие сложности, несмотря ни на какие трудности, которые существуют. Хотел бы сказать, что, конечно же, очень большая работа была проведена по созданию целого этого комплекса в Херсонесе. Но я хотел бы подчеркнуть, что он охватывает не только Херсонес, ведь рядом с Херсонесом совершенно замечательный город Балаклава, чем было, который имеет огромную историческую перспективу развития. И, конечно же, мы изучаем историю всего Крыма, вплоть до Керчи. Там тоже очень много очень интересных событий и артефактов, которые касаются исторического прошлого нашей страны. Мы должны прекрасно понимать, что Крым для нас был связующим звеном со всей цивилизацией. Не только православной, потому что там работали выдающиеся мусульманские богословы, туда приезжали выдающиеся мусульманские учёные. Всё это было объединено. И, конечно, должен сказать, что эта традиция сейчас сохраняется. Именно традиция многонационального, серьёзнейшего анклава при очень важной, я бы сказал, роли православия, которое было закреплено светоотеческой традицией, которая, конечно же, связана с Херсонесом. И вот то, что Херсонес становится таким центром притяжения разных, как бы, слоёв населения, притяжением разных групп интересующихся историей людей, это очень большое достижение, которое было бы невозможно без политической воли. Потому что выигрывает тот, у кого есть эта политическая воля. А такая политическая воля как раз есть у нашего народа, она сейчас продемонстрирована, очень ясна. Это ответ всем нашим недоброжелателям. И я думаю, что, конечно же, мы будем продолжать идти в том же самом направлении, создавая этот центр российской духовности на Крымской земле. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Павлович. Прошу выступить Елену Петровну Малышеву, руководителя Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, я думаю, что, конечно же, сегодня мы, начиная наше выступление, все говорим и поздравляем друг друга. Это делаем искренне, и мне тоже это хотелось бы сделать, потому что сегодня исторический выбор был сделан и 10 лет назад, и в эти три дня, которые проходило голосование. Никогда, наверное, мы не осознавали то, что стоим действительно, можно сказать, в самом центре, эпицентре истории. И то, что произошло 10 лет назад, определило наши исторические ценности сегодня. И Крым, безусловно, это единое историческое пространство России, и проведена колоссальная работа коллегами по созданию историческо-культурного кластера на полуострове, колоссальная работа научного сообщества историков-архивистов по формированию научной базы истории Крыма и издания соответствующих научных трудов, и выставки, которые Росархив организовывал, проводил весьма успешно. А мне бы хотелось сейчас поднять еще один вопрос, который я для себя обозначила как обратная связь. Потому что представляется, что наше внимание сейчас во многом должно быть сосредоточено именно на интеграции Крыма в образовательное и просветительское пространство России. И вот я смотрю на движение первых, уверена, что именно с вашей работой будет связано очень много и будет зависеть результат этого. База создана хорошая, а вот именно культурно-просветительский такой кластер, направленный на школьников, на молодежь России, мне кажется, это первоочередная сейчас задача, которую необходимо нам будет все вместе решать. И вот именно такая интеграция, мне кажется, была очень показательна в отношении реализации проекта без срока давности в Крыму и признание факта геноцида в отношении советских граждан, проживающих на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны. И вот осознание, именно осознание в рамках одного проекта целостности истории здесь было очень показательным и важным. И впереди у нас 80 лет победы, и вот такие проекты совместные. Национальный центр исторической памяти уверена при поддержке региональных отделений Российского исторического общества, коллег, всех, с которыми уже со многими были определенные, велись определенные переговоры по предложениям, это и Российский институт, Институт российской истории, Росархив. Вот мне кажется, вот этот кластер в этом году, он будет особенно значимым и интересным. И еще один момент, на который хотела бы обратить внимание. Много площадок создается, действительно историко-культура сейчас в Крыму, выставочных. И я хотела бы обратить внимание, что 15 ноября 1922 года, во время заседания Российского организационного комитета победы, президент поддержал одну из таких инициатив по созданию на базе музейно-мемориального комплекса «Красный», это концлагерь, где совершались нацистские преступления, большого исторического кластера, нескольких очередей, и сегодня несколько очередей постройки. И сегодня ведется как раз очень интенсивная работа по проектированию этого исторического нового пространства недалеко от Симферополя. И, Сергей Евгеньевич, я хотела бы, если это возможно, попросить Российское историческое общество подключиться именно к смысловой, содержательной части этого проекта, потому что поручение президента сегодня фиксируется, и в этом направлении действительно ведется большая работа. Спасибо. Спасибо, Елена Петровна. Передаю микрофон Наталье Алексеевне Нарочницкой. Пожалуйста. Сергей Евгеньевич, дорогие коллеги, я тоже присоединяюсь с поздравлением, следила все три дня. Вы знаете, как и 10 лет назад, вот отношение к воссоединению Крыма с Россией, вот вчера, как будто Пушкин вопросил, сильна ли Русь, и нация вся выдохнула. Война и мор, и бунт, и внешний бурь, напор ее беснулись, потрясали. Смотрите, все стоит она. Это просто отчетливо мое такое впечатление. Я очень согласна с высказанным здесь разной формой предложениями. Обязательно обратить внимание, на роль Крыма в исторических судьбах России в просветительскую работу, которая в конечном итоге служит прежде всего формированию единого исторического национального самосознания нации, которое движет нации и может сыграть спасительную роль на поворотных, так сказать, этапах нашей истории. Хотя национальное сознание извращенное, может сыграть и губительную роль, но роль именно велика очень сознание, мировоззренческая сторона. Скажем, в 91-м году разрушенное национальное сознание сыграло губительную роль, а в 41-м году, несмотря на разницу в отношении к революции, сыграло, наоборот, спасительную роль, потому что воссоединило в душах людей, казалось бы, разорванную на век нить русской и советской истории. И когда в танке, носящем имя Александра Невского, хотя в 20-е годы его называли классовым врагом, построенным на деньги Рахманинова, который вообще не принял революцию, но посылал деньги Сталину, люди умирали за Сталина и советскую родину. И это не парадокс, это промысел. Я хотела бы просто два слова. Вот у меня еще в прошлый юбилей большая статья, которая может послужить, тоже я могу поучаствовать в работе формирования вот этой содержательной части вот этого всего проекта по представлению Крыма как важнейшей опорной вехи национального сознания нашей истории, потому что роль Крыма и черноморских позиций России была в центре трех веков русской истории и русской борьбы. Это и восточный вопрос в интерпретации чисто такой вот политической борьба против влияния России на Балканах, отношение к проливам, позиций, но это и восточный вопрос в интерпретации и Данилевского, и Соловьева как мировой восточный вопрос. Крым, вы совершенно справедливо, Сергей Павлович, сказали, что это встреча и цивилизационная. В Крыму встречались исламская цивилизация. Это стык был напора Ватикана, так сказать, наших врагов, потому что Наполеон почему Польшу так всегда поддерживал в ее, так сказать, интригах в области Южной России, да потому что Франция на протяжении всего XIX века очень враждебно относилась к позициям России в Черном море. И это проявилось и в борьбе Горчакова за отмену нейтрализации Черного моря, потому что все переговоры со Францией не имели успеха и только с Пруссией удалось договориться. Крым – это настолько важная опорная веха национального самозазнания, потому что что такое вот Зызыкин, идеолог царской власти, зарубежный ученый, пишет, что нация – это преемственно живущий организм с общими целями, духом, ценностями с общими историческими переживаниями. Почему мы говорим о разложении Европы? Там изъята национальная история и прямо в указаниях, в инструкциях к педагогическому, так сказать, всему, так сказать, проекту западноевропейскому изъять почитание истории славных страниц. Нам же, наоборот, мы видим, в каком мы окружении живем. Именно это позволяет выстаивать. Крым и Севастополь позиции в Черном море – это по всем параметрам необычайно важный пункт, который обеспечил России выход на уровень великой державы, без которой ни одна пушка в Европе не стреляла, как говорил малорос на службе «Екатерининский вельможа канцлер Безбородко», который говорил даже с акцентом, и когда один раз он застал молодого дворянина в приемной давящего мух на стекле, он сказал ему «Чи, поймау?» Да, это известно. Не буду занимать много времени, почему вообще позиции в Черном море России были всегда пристальным объектом пристальнейшего внимания враждебных держав? Да потому что Черное море по даже классификации современной, вот это важно, чтобы люди знали, я это изучила специально, по классификации конвенции по морскому праву относится к так называемым полузамкнутым морям. Будучи частью мирового океана, проливы, режим проливов регулируется международными конвенциями. Но доступ в Черное море не есть выход в мировой океан, а есть доступ к побережьям черноморских держав. А вот выход из него для этих держав является уже выходом в мировой океан. Поэтому проблема соотношения прав черноморских и недерноморских держав была всегда очень острой. А вообще Крым, Черное море и Средиземное море по оценке русского политического географа Вениамина Петровича Семенова-Тяньшанского это наиболее вдавшаяся в сушу бухта мирового океана, за контроль над которым и над обоими побережьями был в центре мировой истории со времен пунических войн. Наполеон хотел повторить, до этого арабы контролировать оба побережья и африканское и европейское. Если бы Наполеон по наущению своей сопернице Англии не пошел на Россию ему бы это удалось. Мы знаем что было во время Крымской войны и лишение России черноморских позиций было целью западных держав. Поэтому восстановление Крыма как военно-морской твердыни России в русской истории должно занимать об изучении ее очень важное очень серьезное место. В нем было две героические обороны. Почему от последнего самого маленького матроса до адмиралов первая героическая оборона Севастополя была таким важным? Почему Нахимов и Корнилов говорили отстаивайте же Севастополь? Когда хоронили адмиралов которые искали смерти понимая что придется сдать то рыдания матросов были слышны за много кварталов от храма. Это понимали русские люди и поэтому мне кажется на уровне интуиции а это говорит о том что не разрушено наше историческое сознание несмотря на все двойные десакрализации нашего исторического сознания вот сегодня. Поэтому фонд исторической перспективы всегда участвовал в этих проблемах а уж для меня который в 92 году вместе с ныне уже ушедшими в мир иной Шафареевичем Ксением Мяло Клыковым Бородиным создавали комитет русский Севастополь и обосновывали даже для доклада Верховного Совета вот тогда постановлению все вот это я много очень писала для них для меня это просто вот совершение вот моей молитвы и поэтому для меня это праздник безусловно я очень поддерживаю вашу инициативу о превращении этого дня в какой-то особенный совершенный день и готовы мы кстати 21 тоже вот здесь будем проводить уже такую научную конференцию по всем этим вопросам и приглашаем всех принять в ней участие и спасибо за то что меня тоже пригласили а что касается выставки то не могу не сказать что мой дед дед не праздник полный георгиевский кавалер первой мировой войны и медаль за отвагу ему один раз генерал царский отдал честь спасибо Наталья Сергеевна спасибо Юрий Александрович Петров спасибо Сергей Евгеньевич уважаемые коллеги в этот день действительно у нас всех перевыполняют чувства и воспоминания позвольте уж я поделюсь своим вот ровно 10 лет назад мне посчастливилось быть в большом Кремлевском дворце на той самой церемонии и я помню какое чувство было и у меня и у всех в зале это было чувство сопричастности к какому-то громадному историческому событию историку не часто выпадает быть не просто писателем прошлых дел но и принимать участие и быть их свидетелем это был как раз тот случай когда было ощущение что вот это что-то вроде Переиславской Рады своего рода или 1783 года событий когда Екатерина взяла Крым под российскую державу событие это было громадное поэтому я с удовольствием хочу поддержать предложение Елены нам нужен такой праздник я согласен да и это очень такой духоподъемный объединяющий народ праздник который пусть даже и не рабочий день я не наставил но тем не менее он нужен всему нашему народу всей стране и конечно же вот такое как его назвал Сергей Павлович правительское провиденциальное совпадение мы сегодня отмечаем выбор народа российского который выбрал себе того самого национального лидера 10 лет назад который своей политической волей и вернул Крым в Россию это тоже мне кажется символическое совпадение и оно сегодня создает особую праздничную атмосферу я хотел бы буквально два слова сказать о том что историки 10 лет назад уже осознали свою миссию свою ответственность перед народом и страной и Сергей Евгеньевич как раз в марте 2014 года в российском историческом обществе мы приняли решение что нужно создавать историю Крыма и она была написана в 2019 году вышло два тома под редакцией присутствующего здесь Андрея Викторовича Юрасова который тогда работал в институте российской истории затем Ексерина Борисовна выдавала блестящую идею ах ей пришлось уехать о подготовке трехтомного издания истории Севастополя и мы вместе с нашими севастопольскими коллегами подготовили эту работу и она действительно получила высокую оценку общественности мы продолжаем эту работу и сейчас публикуем материалы так называемой комиссии Минца рассказы участников боев за Севастополь 1941-1944 годов рассказы которые сохранились в архиве института российской истории мы сейчас делаем достоянием общественности это как раз тот самый инструмент формирования исторической памяти о котором говорила Елена Петровна я думаю это очень эффектный эффективный инструмент поскольку молодежь сможет прочитать рассказы своих дедов и прадедов о том как они только что вышли из боя и как они рассказывали что происходило на полях сражений я бы подчеркнул что мы конечно же будем продолжать работу над историей Крыма и Севастополя над теми проектами которые сегодня здесь прозвучали очень перспективные интересные проекты но хотел бы обратить внимание на одну деталь или может быть одно направление Екатерина Борисовна упомянула что на прошлой неделе прошла конференция в Севастопольском госуниверситете и эта конференция историческая научная была посвящена последнему десятилетию то бишь вот десятилетие о котором мы сегодня говорим и выяснилось что активно работают в Севастополе люди которые собирают материалы о том как изменилась жизнь что и поменялось в жизни крымчан и севастопольцев за эти годы и одним словом возникла вот ну точно даже не идея я бы сказал уже осознанное стремление к тому чтобы эти последние 10 лет стали тоже достоянием истории конечно мы должны мне кажется Сергей Евгеньевич с помощью наших коллег из отделения РИО в Крыму из наших севастопольских коллег подумать над таким проектом я вот предлагаю как бы его сейчас самым первым в виде предлагаю обсудить и обдумать проект который был бы посвящен последнему десятилетию Крыма российскому десятилетию и вот там мне кажется мы можем продолжить наши труды по истории Крыма вот этим последним современным периодом что мне кажется является крайне необходимым спасибо за внимание закончил спасибо Юрий Александрович уважаемые коллеги еще два выступления Алексей Егорович Загребин директор института этнологии и антропологии российской академии нового пожалуйста большое спасибо глубоко уважаемый Сергей Евгеньевич дорогие друзья большой значимый значительный день сегодня и от имени коллектива мы тоже присоединяемся к поздравлениям к этой большой радости хотел сказать что все 10 лет о региональной идентичности а в частности кем вы себя ощущаете подавляющее большинство опрошенных ответило гражданин России и в то же время житель Крыма крымчанин многие вопросы подтвердили глубокую укорененную любовь жителей Крыма к своей земле вот это выгодно отличает Крым в отношении региональной прежде всего укорененности и идентичности жителей 80% опрошенных сказали что хотели бы жить в Крыму и никогда его не покидать это на мой взгляд один из высочайших показателей в целом по стране сравнивая Крым с другими регионами России большинство опрошенных всех групп населения отметили прежде всего его природу доброжелательность людей и многонациональность для всех групп населения оказались важными события связанные с Великой Отечественной войной что касается праздников которые отмечают жители в тех районах в которых мы работали отмечаются конечно же такие объединяющие нас праздники как Новый год 9 мая Пасха Рождество для православных Ураза Байрам и Курбан Байрам для мусульман также говорят о дне воссоединения Крыма с Россией и дне России это говорит о том что за прошедшее десятилетие для большинства жителей Крыма праздники введенные в Российской Федерации после 93 года входят в общественное сознание также хотелось подчеркнуть что и мы не можем об этом не говорить что в общественных настроениях есть настроения связанные с угрозами в частности это касается международного давления и санкций в адрес России и конкретно Крыма гнетущим источником общественного напряжения является исходящая военная опасность со стороны Украины тем не менее большинство опрошенных демонстрирует что в жизненной практике крымчан преобладают житейская доминанта любовь к своей семье общественное спокойствие и социальный оптимизм мне кажется что результаты говорят сами за себя и у меня есть просьба от нашего коллектива услышал о историческом кластере который создается в республике Крым прошу институт этнологии антропологии РАН имени Миклуха Маклая считать партнером и организацией которая желает активно участвовать в этой работе спасибо большое сейчас позвольте сразу же откликнусь если позволите потому что действительно кластер создан и мы новый журнал основали который называется Бизантина Таврика так что милости просим публикуйтесь спасибо Алексей Григорьевич ну еще одно выступление Иван Александрович Кулаков председатель молодежного клуба российского исторического общества прошу спасибо Сергей Евгеньевич уважаемые участники круглого стола 10 лет назад президент России Владимир Путин Федеральное Собрание Российской Федерации поддержали вылезъявления крымчан на референдум где абсолютное большинство высказались за вступление региона в состав Российской Федерации историческому воссоединению предшествовал 23-летний тернистый путь в составе Украины сопровождавшийся попытками киевских властей внедрить идею украинства в умы крымчан на первую очередь эти попытки реализовывались в серии образования в высших учебных заведениях в школах субъектом и свидетелем этой системы образования был и ваш покорный слуга обучающийся в Артековской специализированной школе в то время посредством так называемой мягкой украинизации украинские власти пытались формировать новое поколение оторванное в культурном языковом и других аспектах от исторической России история стала главной на мой взгляд ареной для изменения бумаг молодежи так например обучаясь 2014 года после воссоединения в Российском государственном гуманитарном университете в Москве мне пришлось буквально заново с чистого листа студировать такие казалось бы понятные для каждого россиянина вещи исторические сюжеты как петровские реформы эпоху дворцов переворота подечную войну 12-го года столыпинские реформы гражданскую войну в России курс истории Украины фрагментарно затрагивал эти темы и то лишь в качестве этих подводок к местечковым микросюжетам украинской истории такими примерами являются попытки противостояния московскому царству в Конотопской битве 17-го века ключевым фокусом 19-го века являлось якобы это национальный характер крепостного права в отношении украинцев а гражданская война ознаменовалась в украинских учебниках только попытками создания и объединения так называемых УНР и СУНР и конечно 20-й век прошел под эгидой в школьных учебниках идеологии созданий антироссии посредством формирования взгляда на то как в период Голодомора пытались истребить украинцев это все было в учебниках и это все мы знаем тем не менее Украине не удалось изменить многовековые устойчивые связи крымчан с континентальной Россией и на культурном языковом и других уровнях ментальном конечно жители продолжали оставаться с Россией жители полуострова продолжали праздновать Новый год по искусственно разделенному времени часовым поясам смотрели обращения президента Российской Федерации когда он вступал в новогоднюю ночь чтили память ветерана Великой Отечественной войны сохранили российский культурный код что и подтвердило референдум 2014 года за 10 лет образование в Республике Крым вышло на качественно нового уровня молодые специалисты в том числе историки вносят свой вклад в изучение российской истории в 22 году в июне здесь уважаемый Сергей Евгеньевич и вами была поддержана инициатива о создании молодежного клуба российского исторического общества кроме целого комплекса мероприятий которые при поддержке правления российского исторического общества и фонда истории отечества мы реализуем в 2023 году состоялось открытие уже семи региональных клубов молодежного клуба российского исторического общества в нескольких субъектах российской федерации эта работа планирует продолжаться символично что буквально менее месяца назад крымские историки председатель совета молодых ученых Крымского федерального университета обратилась к Стену Личу Могилевскому сопредседателю с просьбой с предложением открыть молодежный клуб в республике Крым и символично что в этот год юбилейный в эти даты мы занимаемся этой работой и будем планировать открытие молодежного клуба российского исторического общества в республике Крым а сегодня имел честь общаться с Катериной Борисовной и она также настроена поддержать создание молодежного клуба в городе-герое Севастополь уважаемые коллеги не буду затягивать сильно свое выступление позволю лишь его закончить такой фразой которую очень любят в республике Крым Пабло Неруда отмечал что орден на грузии планеты и сегодняшняя заменательная дата подтверждает тот факт что отчетным орденоносцем являлась является и будет являться только Россия спасибо спасибо большое уважаемые коллеги будем можно два слова сказать пожалуйста Крымского отделения российского исторического общества пожалуйста Боргин Андрей Витальевич здравствуйте с праздником здесь в основном коллеги осветили весь тот широкий спектр деятельности в котором так или иначе принимают сегодня члены Крымского отделения российского исторического общества их на сегодняшний день больше 100 человек и все мы в разной степени активности участвуем в этих замечательных проектах я не буду повторяться и говорить о какой-то конкретике которая в общем-то получила достаточно освещения сегодня я хочу сказать о одной важной на мой взгляд проблеме внимание которой никогда не будет лишним сегодня в ходе специальной военной операции к территории Российской Федерации присоединены воссоединены точнее оказались целый ряд так называемых новых регионов но это не новые это исторически традиционные российские земли в частности территория северной Таврии это бывшие два уезда Таврической губернии Днепровский и Мелитопольский и ситуация там понятно непростая идут военные действия и крымское отделение российского исторического общества старается всячески помогать коллегам которые оказались там в весьма и весьма непростых условиях вот в частности непростая ситуация сложилась с херсонскими музеями которые были эвакуированы из города и сегодня нуждаются в том чтобы им были предоставлены соответствующие условия размещения работы и моя просьба Сергей Евгеньевич к вам членам российского исторического общества давайте вместе поработаем над этой проблемой попытаемся наилучшим образом решить ее и это многократно улучшит вот такую ментальную ситуацию на наших в новых регионах на наших старых российских территориях которые должны гораздо быстрее пройти этот процесс интеграции чем это случилось даже с Крымом мы прошли десятилетний путь пусть наши коллеги наши друзья наши братья из новых регионов пройдут этот путь еще быстрее чем мы пусть они укрепят своей энергией своей духовной силой нашу Россию спасибо спасибо Адель Идальевич поддерживаю ваше предложение при том что мы твердо верим что экспонаты херсонских музеев займут свои исторические места спасибо вам за выступление уважаемые коллеги будем завершать я искренне благодарю всех за участие и за очень такую творческую и яркую дискуссию действительно события крымской весны уже навсегда и твердо вошли в историю нашей страны как один из символов непоколебимого духа многонационального и многоконфессионального народа России давайте еще раз поздравим крымчан и севастопольцев поздравим друг друга и поздравим весь народ России с этим замечательным светлым и таким по-настоящему духоподъемным праздником с юбилеем крымской весны спасибо 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 Продолжение следует...